В Суздале встретились ведущие кулинары необъятной родины. На плановом заседании президиума Национальной ассоциации кулинаров России они отчитались за проделанную работу и вновь переизбрали президента Виктора Беляева. Кремлёвский повар в прошлом, он возглавляет ассоциацию с 2008 года. Говорит, основная её задача сегодня – воспитание молодого поколения кулинаров. Русская кухня, она богатая, она многогранная. Если мы возьмём расстояние от Мурманска до Сахалина, то это такое богатство. Где-то пекут хлеба, где-то хорошо готовят рыбу, где-то готовят мясо, где-то птицу. И поэтому наша задача Национальной ассоциации кулинаров – научить молодых людей именно уважать и любить свою профессию. Единственная проблема русской кухни сегодня, по мнению кулинара, засилье иностранных блюд и фастфуда. Между тем, за рубежом русская кухня считается одной из наиболее сложных и вкусных. Ну, представьте себе, один суп хороший, допустим, рассольник, надо варить два часа. Холодец варить восемь часов. Ну, какой иностранный шеф выдержит там варить какой-то холодец? Мы с моим другом из Италии варили, так он на половине варки холодца просто уснул. В 2020 году в Санкт-Петербурге пройдет Конгресс Всемирной ассоциации шефов. Одно из ключевых событий ВАКС – авторитетной международной поварской организации – впервые оно прошло в 1928 году в Париже. С тех пор каждые два года Конгресс проходит в таких городах, как Милан, Брюссель, Вена. России его проведение доверили впервые. В течение четырех дней местные кулинары будут кормить иностранных шефов исконно русской кухней. На краевые ассоциации поставлена задача представить свой край наиболее интересно, наиболее выгодном таком свете, какие-то наши продукты, наши интересные фирменные блюда, чтобы те иностранные гости, которые приедут, они видели, чем живет Россия, что такое Россия. Что Россия – это не только Москва, но еще и регион. Это и пермские посекунчики, папоротник с мясом, пирожки из черемуховой муки и многое другое. Подготовку к Конгрессу кулинары также обсудили на отчетно-выборном собрании. Место встречи не случайно. Новый ресторан «Лепота» на территории гостиничного комплекса «Пушкарская слобода» в Суздале выполнен в русском стиле. Над ним работали исключительно владимирские мастера. Стеклянный потолок и прозрачные стены, ручная работа с деревом и роспись с мифологическими птицами. Это новый ресторан. Все вокруг мяса, коптильни, мангала, огня. И под девизом «Жарим, парим и коптим». Закончилась встреча ведущих кулинаров России шуточным состязанием. Мужская и женская команды готовили уху. У каждой сборной свои секреты и тайные ингредиенты. Выбрать победителя помогли отдыхающие в комплексе туристы. Субтитры создавал DimaTorzok